Всем в СССР было известно, где находится пост номер один в Москве. Так называли почётный караул у Мавзолея Ленина. Он был учреждён ещё за день до похорон вождя. Первыми на этот пост заступили курсанты Григорий Коблов и Арсений Кашкин. Судьбы первых часовых сложились по-разному. Как известно, Владимир Ильич Ленин скончался 21 января 1924 года. Если верить Игорю Бондаренко, автору издания «Красная площадь Москвы, архитектурный ансамбль», уже на следующий день после смерти вождя около полуночи архитектору Алексею Щусеву было дано задание возвести на Красной площади первый мавзолей. Сделать все было необходимо предельно быстро, к 27 января, когда намечались похороны Ленина. Так как зима была в самом разгаре, мёрзлая земля не поддавалась лопатам, для сооружения котлована пришлось воспользоваться взрывчаткой. Несмотря на трудности, деревянный мавзолей был готов в срок. Также быстро был организован и почётный караул у мавзолея, который впоследствии стали называть постом номер один. Как пишет Алексей Абрамов в своей книге «Правда и вымыслы о Кремлевском некрополе и мавзолее», почётный караул у мавзолея был учреждён приказом начальника гарнизона города Москвы Николая Муралова, изданным 26 января 1924 года, то есть ещё за день до похорон. Караул возле усыпальницы несли курсанты военной школы имени ВЦИК, так как именно Ильич числился её почётным красным командиром. Первыми часовыми почётного караула у входа в мавзолей Ленина стали курсанты Григорий Каблов и Арсентий Кашкин. Григорию Петровичу Каблову в тот момент было 25 лет. Как указано в издании «Русские в Беларуси» Анатолия Андреева, Каблов родился в 1898 году в Самарском крае в семье Батрака. До 1917 года он работал помощником продавца и шофёром. Незадолго до февральской революции Григорий был призван на военную службу, поэтому ему довелось поучаствовать ещё в Первой мировой войне. Правда, этот факт в советской литературе чаще всего опускали. Однако всегда отмечалось вступление Каблова в КПСС и его участие в гражданской войне. Под конец войны Григорий был направлен на учёбу в объединённую военную школу имени ВЦИК. Так Григорий Каблов начинал свою военную карьеру. В 1936 году, как писал Иосиф Геллер в книге «Владимир Ленин и кремлевские курсанты», Каблов окончил военную академию имени Фрунзе, где впоследствии преподавал. Во время Великой Отечественной войны Григорий Петрович, окончивший к тому моменту академию генштаба РК, командовал кавалерийской дивизией, кавалерийским корпусом. Он был шесть раз ранен и один раз тяжело оконтужен, но всегда возвращался в строй. Каблов был удостоен высоких наград, в их числе Орден Ленина, пять орденов Красного Знамени, Орден Кутузова второй степени, Ордена Суворова первой и второй степеней. После победы он продолжал служить в армии и преподавать. Ушел в отставку в 1958 году, за 30 лет до смерти. Арсентий Владимирович Кашкин ушел из жизни на 9 лет раньше своего напарника, хоть и был младше. Кашкин родился в 1901 году в крестьянской семье. Несмотря на разницу в возрасте, Арсентию Владимировичу тоже довелось побывать на фронтах как Первой мировой, так и гражданской войны, после чего он также был направлен в Объединенную военную школу имени ВЦИК. В том же 1924 году Кашкин окончил обучение и продолжил военную карьеру. Через шесть лет, как писал в своей книге «Часовые поста номер один» из истории почетного караула у Мавзолея, в ходе боя с басмачами Арсентий Владимирович был ранен, пуля угодила прямо в зрачок, вследствие чего молодой военный лишился правого глаза. Поэтому об армии Кашкину пришлось забыть. Если верить Льву Колодному, автору издания «Кремль» и «Красная площадь», Кашкин стал руководителем одного из киргизских совхозов. В 1937 году в его кабинет нагрянули сотрудники НКВД. Кашкина, который за несколько месяцев буквально поднял предприятие с колен, обвинили во вредительстве и приговорили к 15 годам заключения. Однако адвокату удалось отстоять своего подзащитного. Вскоре Арсентий Владимирович возглавил другой совхоз, а с конца 1950-х годов работал в издательстве. Выйдя на пенсию в 1963 году, он остался почетным членом коллектива издательства «Мектеп» в городе Фрунзе, где трудился последние годы. Кашкин всегда с радостью откликался на предложение выступить со своими воспоминаниями в школах и на заводах. На похоронах Арсентия Владимировича в 1978 году тоже стоял почетный караул.